Уважаемые коллеги, тут уже несколько раз прозвучала моя самофамилия в позитивном плане, но в шутку можно сказать, что я много сделал, но что сделаешь, если это правда, да? Вот, старался, так сказать, чего-то сделать и, наверное, одним из первых в наших психологах уже нынешнего поколения перешел порог чистого материализма и опубликовал впервые работу, которая называется «Духовные способности», потом, которая вылилась в целом в монографию «Ментальное развитие человека» и уже упоминавшаяся здесь работа «Происхождение человечности». Мне представляется, что самопсихология действительно приобретет большой резонанс в обществе, если мы не ограничимся сугубо экспериментальными работами. Ведь сам Тавунд, который считается основателем психологии и экспериментального метода, в общем-то, исповедовал не всегда экспериментальный метод. Когда писал свой знаменитый труд «Психология народов», то пользовался в основном интроспекцией, до этого, которая была широко представлена в психологии сознания. Поэтому, когда мы ограничиваемся только чисто такими экспериментальными, я бы даже сказал так, естественно, научными подходами, мы становимся часто непонятными для широких кругов общественности. И мне представляется, что сегодня действительно, Валерий Михайлович, это так прозвучало среди, так сказать, прочего, но я бы действительно выделил исследование, которое проводится в школе Виктора Ивановича Панова по экологической психологии. Одно дело восприятие, так сказать, в различных тахистоскопических, с применением современных, так сказать, методик, экспериментах, а другое дело, вот когда я смотрю за окошко и воспринимаю, что там. Вот, поэтому мы должны перейти и даже в исследованиях элементарных психических процессов к тому, чтобы изучать их в реальных, естественных условиях. Я думаю, что от этого это внесет существенные коррективы в те установки, которые есть в нашей психологии. Я вижу здесь много молодежи, наверное, часть из них является студентами. Мне бы хотелось, прежде чем перейти к основной теме доклада, еще на одном моменте остановиться. Вот мы, я имею в виду психологов, часто испытываем комплекс определенной неполноценности. Вот в физике это да, там законы, а у нас что, так сказать, законов-то раз-два и обчелся. Вот, а в основном, так сказать, мы качественные характеристики, так сказать, связи устанавливаем. Но наш, так сказать, соотечественник Пригожин, за что получил Нобелевскую премию, рассматривая современное состояние физики, сформулировал положение о том, что законы физики сейчас могут формулироваться только в вероятностной парадигме, только в вероятностной. И вот, когда мы сравниваем сложность человека и сложность внешнего мира, к которому приблизились психологи, вернее, приблизилась наука и физика в частности, то мы увидим, что эта сложность однопорядковая. И даже, так сказать, наверное, все-таки человек более сложен, чем вся Вселенная. Недаром говорят, что человек, еще древние говорили, что человек есть космос. Вот, и с этой точки зрения, наверное, наши законы тоже должны формулироваться в вероятностном ключе, потому что физики только приблизились к тому уровню сложности, с которой постоянно имеет дело психолог. Вот, в свое время, Петр Кузьмич Анохин ввел такую информацию, что, так сказать, в головном мозге человека 10 миллиардов нейронов, каждый нейрон имеет 4000 связей внутри головного мозга, общее число связей в головном мозге насчитывает, вернее, так сказать, равно число атомов видимой части Вселенной. С той поры, значит, уже и 14 миллиардов появилось в головном мозге, и 20 миллиардов, видно, точно пересчитать очень сложно, но цифра, что число связей равно числу атомов видимой части Вселенной впечатляет. То есть наш мозг безграничен. И, так сказать, количество различных комбинаций, которые там происходят, и его деятельность, она не может быть строго детерминирована. И вот с этих позиций надо, наверное, новому поколению психологов и подходить к объяснению тех явлений в психологии, которые они изучают. Это чрезвычайно важный методологический посыл, который мне бы хотелось довести до, прежде всего, молодой части нашей аудитории. И эту аналогию можно продолжать. То есть те сложности, которые испытывает психология в методологическом плане, они присутствуют практически в каждой работе, вернее, в каждом направлении науки. Особенно в хорошо разработанных направлениях, типа физики, химии, биологии и так далее. Это первое. Это мысли, которые навеяли выступления Леонида Михайловича. И я просто на них не мог не отреагировать, потому что это чрезвычайно важно. И у нас сейчас идет не только расслоение по той, так сказать, веточке, которую наметил Леонид Михайлович, но очень явно представлено расслоение на так называемое естественно-научное направление в психологии и гуманитарное направление в психологии. И часто считаю, что вот естественно-научно, там, где пробуют подойти к изучению закономерностей нейробиологии, нейропсихологии, вот это да, это наука. А то, что занимаются гуманитарной психологией, ну это вроде так второстепенно. Что-то между философией и, так сказать, писательским творчеством. Мне хотелось бы тоже сказать, что это не совсем, наверное, правильная оценка. Вот в силу того, что я сказал о количестве связей в системе головного мозга, надо сказать, что нейропсихология и нейробиология, они, так сказать, только на подступах очень, так сказать, дальних к тому, чтобы изучить и, так сказать, объяснить психическую деятельность человека. Посредствием только могут работать. Вот Бехтерева Наталья Петровна, фактически, так сказать, из Ленинградской школы психологов и нейробиологов, она посвятила фактически всю жизнь тому, чтобы попробовать расшифровать код мозговой деятельности. Ну а в результате пришла к выводу, что по всей вероятности мы сможем разгадать нейробиологический код мыслительной деятельности человека. Но для этого надо перейти на уровень химических процессов, которые происходят в нервной системе. Но это только первый шаг будет. Самая большая, так сказать, загадка, как на основе материальных процессов возникает идеальная сущность. То есть люди, которые посвятили целую жизнь нейробиологическим исследованиям, они в конце концов осознают, что психология – это гораздо более сложная вещь, которая занимается идеальным, которая, да, имеет в основе свои материальные процессы, но свести вот это, как, так сказать, свести идеально к материальным процессам, об этом, так сказать, никто еще пока никакого шага вперед не сделал. Постановка проблемы только звучит. И не только в нашей литературе, но и в зарубежной. Поэтому мы должны понимать, что психология действительно имеет свой предмет. Этот предмет является идеальным. И в этом плане, так сказать, чисто материальные методы изучения, материалистические подходы, они вскрывают только, ну, некий поведенческий аспект, так сказать, поведения человека. Хотя на самом деле мы должны вскрыть механизмы. Причем, как говорил Джеймс, основатель, так сказать, психологии сознания, самое плохое, что может сделать человек, это уйти от объяснения поведения конкретного человека. И это очень важно для нас, потому что вот сейчас прозвучала мысль, что у вас на ученом совете выступала, уважаемая, так сказать, исследовательница, которая сказала, что, а вот в Америке, там выборки по несколько тысяч человек. Ну, может быть, так сказать, это хорошо, если очень много денег, потому что чем больше выборка, тем больше стоимость этого исследования. Это элементарно. Но, тем не менее, какова бы выборка ни была, если мы уйдем от конкретного человека, то мы, так сказать, не будем психологами. От нас ждут, что мы дадим рекомендацию или опишем конкретного человека, а не людей вообще. Хотя общей закономерности тоже необходимо. Об этом говорил Штерн и приводил пример, что когда у постели больного сидит врач, то он лечит его не потому, что он знает общие закономерности, а он учитывает конкретный факт, конкретную личность и так далее. Он преломляет общие закономерности по отношению к конкретному человеку. И только тогда это будет хороший врач, который знает и общие закономерности, и индивидуальный подход к конкретному человеку. Так вот, наверное, в психологии мы эти две вещи, которые, я еще раз повторю, намечены уже Штерном почти сто лет тому назад, что мы об этом не забывали. И в конце концов не забывали, что мы имеем дело в конечном результате с конкретным человеком. Если мы будем говорить только об общностях, что, так сказать, наверное, характерно для социальной психологии, то это, наверное, будет только частичкой психологического, так сказать, знания и психологической практики. Ну, это вот такие общие, так сказать, замечания, которые, я думаю, что они могут представлять определенный интерес для вступающих в психологию. А может быть, и не только вступающих, может быть, и тех, кто в психологии уже достаточно давно пребывает. И вот на этом фоне я бы теперь хотел перейти к частной стороне своего выступления, которое называется «Мысль познания». И хотел бы обозначить несколько проблем в этом плане. Ну, к понятию... Да, я лучше, так сказать, с проблемы начну. Вот если я обращусь ко всем сидящим в зале, «А как мы мыслим? Что такое мышление?» Вот если мы обратимся к нашим учебникам по психологии, то у нас практически ни в одном учебнике мысль как таковая не фигурирует. Только у Сергея Леонидовича Рубинштейна есть обращение к мысли в его основах общей психологии, но он не разъясняет, что такое мысль, не дает трактовку этому понятию, а просто рассматривает, так сказать, что мысль – это мышление в действии и так далее. Так вот, получается парадоксальная картина, что одной из центральных проблем психологии и центральной проблемой когнитивной психологии является проблема мышления и решение проблем и задач, но это все делается без обращения к мысли. Немножко, так сказать, может быть, перебирая, я могу сказать, что наша, не только наша, а мировая психология в области мышления обходится без мыслей. Вот это вот уже звучит несколько парадоксально, хотя у нас, ну, наверное, тысячи работ, посвященных мысли и слову, происхождению, характеристики мышления. Но вот если, опять же, я спрошу, вот у нас есть такой вид мышления, как образное мышление, а что такое образное мышление? Что при этом происходит? Что там образы как-то друг с другом взаимодействуют? Я думаю, что вот в образном мышлении мы пользуемся, так же, как и в мышлении в целом, мы часто пользуемся просто метафорами и засоряем мозги себе и студентам, вот обращая их к запоминанию этих метафор, которые реальный процесс не раскрывают. Возможно, вы потом, так сказать, будете критиковать меня и осмысливать то, что я сейчас говорю, но я специально обостряю проблему для того, чтобы показать парадоксальность ситуации, что современная психология обходится без мыслей. Ну, это факт, потому что мы проанализировали за 20 лет наших два ведущих журнала, мы постарались посмотреть, что, так сказать, делается за рубежом, вот, и мы пришли к выводу, что мыслей непосредственно научных исследований не посвящаются и статей нет. Статей нет. Поэтому, с нашей точки зрения, ситуация достаточно, так сказать, парадоксальная, и я вот опубликовал две статьи в наших ведущих журналах в вопросах психологии в психологическом журнале, призывая людей к дискуссии на проблему, что такое мысль, и, значит, в какой мере у нас находится проблема разработки мыслей как таковая. Со своей стороны, мне хотелось бы вот привести цитат, когда вот рассматривая проблему мысли, Владимир Петрович Зинченко писал, если мы спросим себя, что означает торжественное слово мысль, то обнаружим в слизистком широкое употребление этого слова, и он в своей статье, так сказать, показывает, в каких аспектах используется это понятие, но ни одно из этих понятий не затрагивает определение того, что есть мысль. И в этом плане, значит, Джеймс тоже писал, значение этого термина, личное сознание, писал он, понятно нам до тех пор, пока нас не попросили точно объяснить его. Тогда оказывается, что такое объяснение представляет одну из труднейших философских задач. Столь же трудно и определение понятия мысль. Джеймс подчеркивал, что мысль всегда личностная, не бывает чистой мысли, и, по-видимому, писал он, элементарным психическим фактом служит не мысль вообще, не та или эта мысль, но моя мысль, мысль, принадлежащая конкретному человеку. То есть в этом плане, значит, вот надо обращаться всегда при изучении мысли, к изучению мысли конкретного человека. Ну и, наконец, я хотел бы привести цитату или выдержку из рассуждений Марины Александровны Холодной по поводу проблемы с антологией, связанной с различными психологическими понятиями. Как отмечают Холодно, в силу максимальной свернутости психических структур возникает иллюзия их отсутствия как психологического факта и, следовательно, как объекта психологического исследования. Последствия такого положения драматичны. Происходит деформация предмета психологического исследования в силу деонтологизации психологической реальности. То есть во многом, так сказать, у нас наши психологические понятия и термины превращаются в некий, так сказать, мета язык, которым ученые пробуют общаться друг с другом, но за которыми не стоит реальной антологии. И вот эта ситуация, когда происходит деонтологизация психических сущностей, в полной мере относится и к психологии. И мы сделали, значит, попытку определить антологию мысли. В наше понимание она сводится к трехкомпонентной структуре. Мысль включает в себя содержание или, в скобках, скажем, информацию. Мысль включает в себя переживания и мысль включает в себя мотивацию, которая, так сказать, определяет поведение человека. Вот эта трехкомпонентная структура делает мысль живой, присущей конкретному человеку, зависимой от его потребностей, интересов и, так сказать, честно связана с его переживаниями. Когда мы начинаем вот таким образом рассматривать мысль, тогда мы действительно превращаем общее понятие в некую структуру, которая связана из определенных элементов, и эту структуру можно уже изучать как антологизированную структуру. Я отсылаю, кто этим заинтересуется, вот к моей статье в психологическом фронале. Вот мысль как психологическая категория. А сейчас продолжу дальше, опять же ориентируясь на основную часть нашей аудитории. Некоторые товарищи, может быть, давно это уже тоже прочувствовали. Вот начну, так сказать, с рассмотрения представленности мысли в основных психологических категориях. Начнем с образа, да. Образ является отражением реальных предметов, но образ является идеальным образованием. Как правило, образ формируется в процессе практической деятельности человека. Это всегда образ конкретного предмета, и в этом-то заключается предметность восприятия, а в дальнейшем и предметность мышления, о которой мы говорим в психологии. Так вот, когда мы говорим про образ, то образ состоит из определенных признаков. Эти признаки, так сказать, в своей совокупности составляют содержательную сторону образа. И, значит, так как мы воспринимаем вещи всегда, осуществляя какой-то акт поведения или деятельности, то образ любого, так сказать, предмета, любой вещи всегда связан с нашей мотивацией, и, соответственно, мотивационные характеристики входят в конкретные частные мысли. И восприятие того или иного образа, оно всегда связано с определенными переживаниями. Поэтому любой признак вещи представляет собой в идеальном плане мысль о отдельных свойствах этой вещи. И в совокупности таких мыслей у нас формируется образ. Образ есть в совокупности или, так сказать, субстанция мыслей, связанной с определенной вещью. И образ в данном случае и вещь являются тем интегратором, который объединяет мысли об этой вещи. И в дальнейшем, когда мы от образа переходим, допустим, к запоминанию, то часть этих признаков переходит, опять же, в связанном виде в нашу память и хранится там в виде определенных мыслей. И образ, наполненный мыслями, составляет часть содержания нашей психики. Дальше, если я перехожу к представлениям, я актуализирую вот эту совокупность мыслей, которая была связана с определенной вещью. И у меня получается представление, которое уже наделяется некоторыми, так сказать, субъективными качествами. Вот, допустим, я сейчас в галстуке у вас. Восприняли образ, так сказать, запомнили. Если бы я пришел без галстука, то вы бы составили, так сказать, может быть, другое представление о выступающем. Потому что галстук, он, так сказать, является характеристикой определенной формальности, значит, организованности человека. Если бы я пришел в вольной форме, я бы, наоборот, так сказать, предстал, может быть, более близким для аудитории, лишенной некой формальности, в более, так сказать, доступной форме восприятия и так далее. Образ всегда наделяется субъективными нашими качествами, дополняется. И в силу вот этого, так сказать, восприятия образа с субъективных позиций и, так сказать, представления, которые добавляют к образу субъективные, так сказать, черты, которые связаны уже в целом, так сказать, с нашей психикой, с содержанием нашей психики. Вот это и есть и образ, и представления живые. Но образы и представления всегда будут субъективными. И в этом, так сказать, может быть и сила психологии. Потому что эти процессы не машиной реализуются, они реализуются живым человеком. Поэтому, с одной стороны, мне бы хотелось подчеркнуть, если мы посмотрим наши учебники, то вот есть развел ощущения восприятия. За ним следует раздел памяти с представлением памяти. За ним следует воображение с представлениями воображения. За ним следует мышление. Они нарублены. А у реального человека, реальный человек воспринял предмет, вещь, сформировал субъективный образ этой вещи, перевел этот образ, так сказать, во внутренний мир. Он стал содержанием нашей психики. Дальше, так сказать, когда он обращается в силу деятельности, объективных условий, снова, так сказать, к этой вещи, возникает образ этой вещи, который тоже является представлением субъективным, как совокупность мыслей. Дальше, так сказать, если надо перевести представление в слово, то я наделяю слово теми признаками, которые были связаны с восприятием, с представлением, и каждое слово является у конкретного человека наделенным определенным содержанием мыслей. Вот эта цепочка у конкретного человека, она непрерывна. В этом и заключается содержание его психики, и заключается содержание его психических процессов. А не, так сказать, отдельно восприятие, не отдельно представление, не отдельно, так сказать, мышление, не отдельно, допустим, понятийное мышление и так далее. У реального человека существует всегда от живого созерцания, формируются вот эти образы мыслей, которые представляют собой совокупность определенных мыслей, субстанцию мыслей. Образ представляет субстанцию мыслей, представление представляет субстанцию мыслей, слово представляет субстанцию мыслей. Но на каждом этапе перехода у этого конкретного человека происходит или, так сказать, обогащение, или обеднение этих субъективных психических образований. Естественно, что самое богатое – это чувственное восприятие. А уже слово всегда беднее реального живого, так сказать, восприятия. Но у каждого человека за каждым понятием стоит своя совокупность мыслей. И вот для педагога это особенно важно, потому что когда я говорю как учитель, как преподаватель, я свой внутренний мир и понятия, и мысли, связанные с этим образом, представляю ученику. А у него свое представление. И вот в силу возраста и так далее, это представление мысленно-наполнение может очень сильно не совпадать. И тогда, вроде как, так сказать, да я вот из своей практики приведу, когда я начинал учителем в школе, вот, далеко в Магаданской области, в поселке Ивенск, вот в таком поселочке, так сказать, все вместе живут, и в школе спортивные залы, все туда приходят, и ученики старших классов через три месяца мне говорят, Владимир Ильич, мы вас вначале вообще не понимали. Мы чувствовали, что вы что-то говорите правильно. Вот, но мы вас не понимали. И только потихонечку мы, значит, стали понимать, что вы нам говорите. И я сделал для себя педагогический вывод. Учитель должен, так сказать, спуститься на уровень понимания ученика, но не оставаться на этом уровне, а подниматься вместе с ними и возводить их на свой уровень. Поэтому вот понимание мыслей и то, что мы, мыслим мыслями, вот когда мы говорим о том, что образ, представление, понятие, это есть совокупность субстанция мыслей, тогда понятно, что мы делаем. С помощью определенных интеллектуальных операций в процессе мышления мы работаем с мыслями, которые составляют содержание нашей психики. Тогда понятно, вот этот сложнейший процесс мышления, он становится операционализируем. Мысли, ясно же, как, так сказать, они формируются в представлениях, они входят в содержание психики, но туда же входят потом и схемы работы с этими мыслями. Вот это, так сказать, и будут информационные схемы, так сказать, семантические схемы и так далее. И мышление работает с мыслями, тогда понятно. И тогда понятно, что это за процесс, и какова его специфика по отношению к другим процессам. Хотя мышление в своих, так сказать, определенных интеллектуальных операциях включено и в понятия, или в процессы восприятия и представления. Оно там участвует в целях формирования образов, мыслей, представлений, а потом оно имеет свою главную функцию, оно работает с мыслями, которые составляют содержание нашей психики. Ну и тогда, кстати говоря, и понятно, а что такое сознание. А сознание – это актуализированные мысли, входящие в состав нашей психики и необходимые для решения задачи здесь и сейчас. То есть, и правильно Рубинштейн говорил, что сознание – это часть айсберга, все остальное находится, ну тогда можно назвать, в подсознательном состоянии находится. Можно, так сказать, сказать, что все, что, так сказать, чем мы обогащаем все мысли и схемы работы с этими мыслями, которыми мы обогащаем себя в течение всей жизни, и становятся содержанием нашей психики. И когда мы решаем задачу, мы этим содержанием пользуемся в виде мыслей дискретных, которые и выстраиваем в мыслительном процессе, в определенной, так сказать, связи для решения определенной задачи. Вот мне бы хотелось, чтобы не перегружать ваши головы, остановиться на этом, и если мы, если я каким-то образом донес до вас чем-то, так сказать, хорош и чем продуктивен подход через мысли к объяснению основных психологических понятий, то мы тогда действительно, в общем-то, продвинемся вперед. И по очень маленькой ремарке еще, вот сейчас в математике работают на компьютерах алгоритмы, значит, параллельного программирования, когда за счет параллельных обработок с использованием определенных алгоритмов резко повышается мощность математической вычислительной техники. Когда я представляю мысль в виде трехкомпонентной самосубстанции, включающей в себя информацию, значит, переживания и мотивацию, я могу предположить, что наш мозг работает как распределенная система и обрабатывает информацию по каждому каналу отдельно, по, так сказать, содержательному, информационному, по, так сказать, мотивационному и по чувствам, так сказать, связанным с переживаниями. И этим самым резко, так сказать, увеличивается мощность нашего мозга по осмышлению той или иной реальной, так сказать, ситуации. Ну и последнее, что мне бы хотелось, опять же, в качестве ремарки. Вот сейчас в связи с когнитивными, так сказать, исследованиями, с исследованием ученых по искусственному интеллекту, вся работа проводится на основе информации. Только. То есть во всех искусственных системах функционирует информация. Человек же работает с мыслями, которые наделены еще и, так сказать, субъективными переживаниями и мотивационными составляющими. И мысль нет тождественной информации. Вот это мне тоже хотелось подчеркнуть. И если, так сказать, мы обратимся, и если когда-то создатели искусственного интеллекта обратятся к мысли как таковой и будут строить свои модели на основе, вот данном случае трехкомпонентной теории мыслей, то я думаю, что искусственный интеллект может приблизиться к настоящему человеческому интеллекту. В противном случае он действительно не метафора, а действительно искусственный, потому что он построен только на содержательной стороне. В то время как Норберт Виннер, изобретатель кибернетики, все-таки связывал содержание с человеком. Потом, так сказать, эта человеческая линия в кибернетике исчезла, и осталась, так сказать, информация, переведенная на различные математические коды, переведенная в биты и так далее и тому подобное. Поэтому у психологии огромная, так сказать, возможность внести свой вклад при правильном понимании того, как мыслит человек, внести огромный вклад и в развитие технических систем. Желаю всем успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ